Итак, друзья, у нас чрезвычайное происшествие, мы начинаем раньше, потому что, опять же, все готовы смотреть третью карту, ну и, конечно же, ее отыгрывать внутри арены, которая проходит данное мероприятие. Что ж, вторая карта была напряженной, и выглядит это реально как классический Best of 5 у нас был в финале квалификации на мейджор, да, сейчас, соответственно, либо это ревенж для Na'Vi, либо это все-таки очередной доказательств того, что Virtus.pro сильнее. Причем, сколько серий прошло, вот этих Best of 3, Best of 5, всегда первую карту Virtus.pro выигрывала, а потом Na'Vi начинали камбетчить в лице двух карт. Драфты уже в самом разгаре. Да, драфты в разгаре, третья карта, напомню, мы смотрим с вами полуфинал, соответственно, это Single Elimination, поэтому никакого второго шанса ни в одной и ни в другой команде не будет, то есть никакой сетки лозеров. Следственно, та команда, которая выигрывает здесь, она выходит в Grand Final Best of 5 серию против Team Spirit, которая сегодня уже обыграла Evil Genesis в утренних играх, террадневных играх сегодняшнего дня. И уже у нас присутствует тот самый Тинни, о котором мы сегодня разговаривали по поводу нового Аганима. Это, конечно, не First Item, и не Second Item, и даже не Третий, наверное, Item, скорее всего, уже Late Game артефакт, если он все-таки понадобится. Хотя написали о том, что он вызывает лаги на сервере, я имею в виду использование у Аганима. Но будем надеяться, что к этому моменту уже пофиксили данный момент. Ну и СК появляется также у Na'Vi, Disruptor вместе с Дарксиром. Как вам? Пока очень открытый пик, по-моему. Ты посмотри на трех левых персонажей, и все, в принципе, ничего, это не поминается. Слева огонь. Они не поменялись местами случайно команды, потому что это классика Virtus.pro была в свое время. Да, это очень похоже. Дарксир, СК и... Это годовой к давности где-то. Драфт. Слева камба огонь. Прям на любой момент игры Na'Vi могут перевернуть. Снова снайпер, при этом всем он теперь против Некрофоса. Я так понимаю, что ВП ожидали, да, появления снайпера, поэтому заранее взялись и Некрофоса. Или он не очень хороший? Ну, снайпер просто держит дистанцию и не подходит. Некрофосу очень сложно добраться до снайпера. Он пока идет, там, шрапнель, по нему стреляет, там, потом еще снайпер начинает откидывать, если берет талант на толкалку. В целом, Некрофосу очень трудно против снайпера, потому что добраться сложно. Ситуация та же. Абсолютно та же самая ситуация. Тебе запрыгнуть некому. Риппер это здорово, но риппер имеет не такой большой рендж. И при этом еще Некрофос долго замахивается, поэтому здесь ему будет сложно. Вот именно дать касту в снайпера, но зато неплохо дается каста и в Дизраптор, и Станкинга, и в Арксиро. Они не боятся опять Ридкинга, банят Урсу. В ВК можно заехать опять. Не кажется ли вам, что... А хотя нет, шторм, наверное, все-таки слишком опасен, если взять его для ВП. Ну, то есть слишком много сайленсов и станов. Шторм неплох, но без Раптора он очень сильно боится до Блокинг Бар. Ну да. Не хочешь, ты знаешь, какой-то физ урон, потому что если снайпер проживает Блокинг Бар, то здесь вот все эти герои слабо его пробивают, все-таки нужен хороший физ урон. То есть это какой-то СВН? Или канал у нас убрали на Ави? Ну, там героев на самом деле много. Мне, например, очень Джиггернаут нравится почему-то, потому что он просто нажимает на вертушку, он просто проходит мимо всех этих героев и добирается до снайпера. Мне, например, нравится какая-то спектра. Она всегда во все времена хороша была против снайпера, против Станкинга, и очень сложно дать в нее комбу. Вот такие герои смотрятся надежно. В ВП, естественно, ничего не надо менять, потому что в Рейс Кинг он хорош против Дума, в Рейс Кинг отличный фронтлейн для снайпера. Да, и раз уж у Натус Винстер получилось прекрасно в прошлой игре, то почему бы не попробовать ту же комбинацию еще раз? Поменяли чуть-чуть героев. Это Никс на Станкинга. Это абсолютно. И у них просто своя стратегия такая надежная, крепенькая, и вот они сейчас будут исполнять еще раз так же. Я не знаю, как ВП будут доходить, потому что у тебя Шаду Шаману не хочет блокинбар собирать, Тинни не хочет блокинбар собирать, потому что, скорее всего, это будет суппорт. Некрофос подавно не хочет блокинбар собирать, и у тебя сейчас герой появится. У тебя опять Дум будет с первой, третьей позиции, которая будет в блокинбаре единственной пытаться прыгнуть на этого снайпера. Завкусить его. И сейчас появится кор, который тоже должен напрыгивать на этого снайпера. Спектра неплохо, но с спектрой у тебя слишком слабый темп. У тебя все герои довольно-таки пассивные. И тебя просто разорвут скиллами на лайнах. Помимо спектра еще есть, допустим, Фантом Ассасин. То есть, на самом деле, героев куча, которые прыгают. Тут главное, чтобы этот кор не просел против линии Санкинг Дарксера, поскольку эта линия сильная. Вот, например, на Айкс он может против этой линии постоять, но у на Айкса все равно потом проблема добраться до снайпера, потому что он там что-то бежит, бежит, бежит изо всех сил, набегает. А снайпер выталкивает себя, допустим, на ХГ или, допустим, вот как на Рошане вытолкнул себя, Зарош пьет. И все, и на Айксу дальше нужно бежать. В итоге слева хороший такой прям прочный сбалансированный пик. А вот на ВП прям задумались. То есть, что они будут? Брать темп, пытаться задавить, либо поют в лейт. Ну, если так присмотреться, то пуш слабый. То есть, они даже, если возьмут хороший темп, они все равно и Рошана будут долго забирать, и на рампу они с большей вероятностью не зайдут, потому что там очень хорошая защита на то Свинсер. И больше улыбается какой-то герой, который просто вот в лейте будет разваливать. Потому что игра будет долгой для Айксуста. Решили? Нет, это Штарм. Решили Штарма. Ну, вот вся надежда на Штарма, вся надежда на Нонуана. Если вот у него игра пойдет, и у него все будет со старта хорошо, то да, он попытается справиться с этим снайпером. Ну, хотя против него опять же тот самый Дизраптор. Да, Штарм с Айгисами, по идее, по логике Вертус Про должен затащить, но у них там будут проблемы с Блокинг-барами. Блокинг-бар на Варискинге и снайпере доставляет много проблем. Ну, с другой стороны, можно это катить? У них достаточно много катить. Можно, можно, можно. Можно и самим БКБ не успеть собрать против Дизраптора. Единственный Штарм, который будет запрыгивать, он один не сможет справиться, потому что все остальные герои, которые будут набегать и пытаться помочь ему, они опять же будут в комбу попадать, и ты не сможешь драться. Если равные слоты у снайпера Штарма, то я бы сказал, что снайпер там еще и объяснит о том, что Штарма, если один на один... В общем, вы говорите о том, что здесь нет овердрафта. Равенство. В Корее есть равенство и зарешает только скил. И как по мне, здесь Na'Vi имеет больше... Чуть-чуть передрафт, да. Ну, чуть-чуть, значит, самая масса. Скорее, я бы сказал о том, что немного проще бы исполнять то, что есть у Na'Vi. 50 на 50, друзья, снова возвращение к равенству среди, соответственно, наших зрителей. И по поводу предсказания мы отправляемся к нашим комментаторам. Милый инмейт, забирайте себе. Забираем. Всем еще раз здравствуйте, уважаемые зрители. Na'Vi против Virtus.pro. Третья решающая карта. Второго шанса уже не будет. Не, ну, проигравший, как минимум, как ЕГЭ, топ-3 этого турнира, есть чем гордиться. То есть ты играешь не настолько, значит, и плохо. И самое интересное, что вот у нас первая серия была такая 2-0-2-0, что там смотреть-то было. Здесь они реально борются за выход и за деньгами, за престижем, за тем, чтобы порадовать публику. Если честно, вторая карта мне очень понравилась. Вот на первой я уже немножко разочаровалась. Ну, неужели все так просто на Na'Vi? И ВП говорят, нет, просто в этой серии точно не будет. Не было, в принципе, и на квалификациях просто. Ну, а теперь даже вот на турнире, даже, как я уже говорила, и после нового патча, возможно, будут какие-то тесты. Так оно и есть. Все сейчас тестится, все проверяется, как работает и так далее. Но, тем не менее, ребята настроены серьезно, настроены на серьезный матч. И это не может лично меня не радовать. Ну, что же, Митя, про пики тут немножко нам уже рассказали. Я бы наслушался для этих аналитиков. Не слушай. Ряженых. Опять они вот давят за одну команду, и в итоге будет иначе. Это все время у них так. Не, ну сейчас они сказали, что приблизительно, одинаково. Но они уже тоже понимают, где косяк. Я хочу, наверное, все-таки сфокусировать ваше внимание на том, что у нас опять в пике присутствует снайпер, на котором отыгрывал на предыдущей карте Magical. И Darkseer, и Wraithed Hidding, они решили вообще не особо сильно меняться. То есть за малым поменяли четвертую-пятую позицию, а в WP, видишь, у них, можно сказать, что полностью перекроился драфт. И, ну кроме думы, очевидно, он выполняет просто закрывающую функцию, он здесь не критичен. А у тебя сильно поменялся сетап с сетапортов, то есть ты не можешь играть от того, что ты там внезапно возвращаешься, кого-то ловишь, ты врываешься героями, прыгаешь героями, кидаешь героями. То есть много разных вариантов. И хватит ли им этого? Вот я боюсь, что нет. Правильно все сказали, что пробраться в Шторм проберется, а вот остальным пройти сквозь Дизраптора, Дарксира, Скорпионов, ну очень тяжело. Ну смотри, на предыдущей карте у Рамзеса получалось, когда была целью думать снайпера, он думал именно снайпера, а здесь еще добавился Шторм Спирит. Плюс появится Тинни, который достаточно серьезный прокаст имеет, и опять же, я уверена, что у него будет блинг. Выглядит вполне даже неплохо. Поживем-увидим. На самом деле, я думаю, все-таки... Фишка главная в том, что даже убив снайпер, ты не гарантируете победу в игре. И вот нужно будет как-то прожить под всеми этими рассказами и всем прочим. Опять косяк, опять не добили крипа. У тебя, возможно, в этом и был хитрый план, но не знаю, по мне так дум не сильно сразу, что убьет пара крипов. И лучше бы дали демиджи по тавру немножко. В этом больше смысла. Так, у нас Соло встречает Дезераптора с Анейком, но сюда подходит еще и Роджер. Тос. Неплохо так получается подразмять, и неужели они пойдут по тавру как-то уж не очень хочется. В принципе, они и так, а так далее. Они, на самом деле, даже, может, и больше сделали, потому что если бы там умер из Дезераптора, он бы быстренько прилетел. А здесь ему приходится идти на базу, он теряет время. И мало того, что он теряет какое-то время, так еще и вот на трипле не получается доминировать. Наоборот, надо стоять чуть... Они сами триплой пришли, то есть я не знаю, является ли это доминированием со стороны Нави, если бы они стояли здесь свои триплой, все-таки бойцы на бойцов, все со скиллами, все могут подраться. И потратили они чуть больше, мне кажется, на все это дело времени, потому что два героя отдыхало. А тут стоял просто, получил второй левел скилпом, второй левел получался в Райскинг. И сейчас, когда будет стан, можно будет устроить грязь. Да, выбрасывается Анейка, с Анейка еще и на развороте, Соло получает стан от Райскинга. Бегут эти самые. И неплохо такого получалось подразмять, но не получилось убить, что самое главное, потому что это все-таки было бы ферстблат на трипле против триплы, и это достаточно серьезное значение имеет. Какой-то сапог быстро появится, даже у того же самого Райскинга, ну или что-то в этом духе. Как у нас в Миде дела? Ага, видим. Вот как раз нам показывают среднюю линию, Magical использует фласку, прохарасил его Штормспирит достаточно серьезно. Ну и по крипам 13-2 против 8 на 2, в Миде пока Нолан чувствует себя чуть более комфортно. Да, причем потеряли из вида Тинника, потеряли из вида Шадуша Маны, поэтому сканировали. А не в центр ли это готовился выход. Но в итоге всех видят здесь, понимаешь, ну все, но скан уже потрачено, сейчас могли подцепить кого-нибудь. Вышло не очень удобно, плюс 50. Пошла. Легкий байт на типы. Да, ну ничего страшного. Так, покажите, пожалуйста, нам верхнюю линию вообще, что там у них происходит. Знаете, дежавю небольшое пронеслось. Совсем маленькое. Предыдущая карта у нас, в принципе, ушла таким же образом. И вот 17-1 на данный момент Крепса Дума против 28 на 0 Дарксира. Они стоят полностью 1 на 1. И, как видите, пока Дарксира... Дарксира, он еще не сфармливает. В этом его сила. Но Дума, опять же, с Девауром плохо. А вот и в ПБ, и в этот раз это просто месть. Ответочка. Это просто месть от Нолана за предыдущую карту. Слушай, эти команды определенного друга стоят. Нападение на ФН, а сан от Кристалайза. Здесь еще подкоп от Сан Кинга. Сетка от Соло. Глимс. Используют стики у нас ФН. И все-таки Сан Кинг первым погибает. В это время Шторм Спирит. Ушел, суициднулся в здание, чтобы, видимо, перезарядиться. Потому что Мэджикала не было на этой линии. Видимо, те самые 30 секунд, которые сейчас есть, чтобы убить героя, после спасения тычки сработали. Поэтому деньги достались снайперам. Да, а здесь у нас уже нападение на Роджера. Роджер просел достаточно серьезный Крит. Какой Крит вылетает у Кристалайзи, но добиться не получается. В итоге Заяц идет дальше за Роджером. Заяц показывает, может, нападем. И решили, что все-таки пофармить Крепчуков будет по выгоним данной ситуации. 1-2. Но пока Virtus.pro по всем вот этим, скажем так, показателям, выглядит немножко посильнее. Там ферст-блант сделали. Здесь убить получилось и 1-2. Хотя даже тысяча преимуществ уже у ВВП есть, да? Хотя минута четвертая, третья с полайнингом. Мы даже посмотрели по Крепам, видим, что получше. Тысяча вот уже, меньше тысячи. То есть это плавающая цифра. Пока еще нет. Не настолько много, да. То есть преимущества явно никто не захватил. Вопрос больше в том, кто что соберет, как начнет двигаться. То есть когда появится шесты, Лобала, как они их реализуют. Потому что с одной стороны у тебя Змейки и Утиника ничего, а с другой стороны у тебя и крутой спелл Дизраптор, у тебя замечательный спелл у Скорпиона. Другой могут потрусить, скажем так, противника очень сильно. Пятая минута вот-вот настанет, поэтому уже командам стоит приготовиться к драке за баунти. И здесь у нас у Скорпиона есть достаточно весомое преимущество в этом плане. Да, он перекликнул, но только он один справляется. В Тифтопии Дарксира даже не попытался. Виртус Про забирает три руны. Ну что, он сбегал. Помог мало того, что отжать Дарксира, во-вторых, забрал руну. Получил бонус небольшой. Но, как ты видишь, снайпер хорошо стоит. Скорпиона будет лавал 6 и штормит. Уже с лавалом 6 может попробовать его наказать на фуллмайне своей. Да, кстати, вполне возможно. Я попрыгал. На самом деле, с лугом плюс один. И вот я вижу, что уже подтягивается сюда Тинни в смоках. И будет выход как раз на Маджикалам. Отлично, перетяжка. И, как вы видите, прослитает он серьезно. Телепорт, но слишком поздно. Хотя, нет. Слишком, да. То есть, опять же, он еще не попал под копкой в итоге. А в это время у нас прям под тавером ФПН замедляет Санэйко. Идет до конца. Санэйко отсюда не уходит. И увидим, что размен саппорта на саппорта. Ну, как-то виртуз про играют более нагло, более уверенно. Нападают в миде. То есть, у них получилось разменять один в один. Хотя, в миде в это время был выход. И в миде убили. И на боте разменялись достаточно неплохо. Ну, видно, что они как-то, знаешь, с позиции силы эту игру начали. Просто лучше бы прочитали ситуацию. Потому что, опять же, Скорпион чуть раньше подъехал. И подкопал бы двоих. Там минимум был бы размен до Тинника. И, возможно, снайпер бы что-то там успел нажать. Как-то выпить, съесть, бежать. Так что просто за малым. То есть, очень важно играть на какой-нибудь четвертой позиции. Вот читать все вот эти выходы заранее. И просто примитивно находиться в нужной точке. И, похоже, что убьют Лайза. И теперь еще убьют Близзи. Потому что есть Doom. Рамзес не стесняется его использовать. А в это время Darkseer-то первое место плана творством занимает. Соответственно, нам приятно получить неплохую сумму денег. 240 золота. Крузик спа. Да. В это время FN забирает тавер на боте. И вот, смотри. Забирают Darkseer-а, забирают тавер. Нави не отвечают ничем. И пока невинно даже, знаешь, какой-то даже в теории возможности подраться. Им нужны ловла. Сейчас VP не будут хотеть драться, потому что там у дома нет ультимейта. Но Шторм, возможно, доформит Каю. А вот потом уже Virtus.pro еще будут более агрессивно нападать и выходить на своих оппонентов. Пока что-то выглядит так, как будто Нави. Ну, посмотри, там 3000. Это какая минута? Восьмая минута? Это очень серьезно. Это нехорошо, да. Но, опять же, нужно ждать 6-х ловлов. То есть 10-й минута, книжечки, 6-й ловла и смотреть на ответки. Все-таки эти все фраги сейчас, они, да, преимущество они, конечно, набирают, но они не настолько много стоят и не особо много чего купишь, учитывая, что у тебя не размазаны по 5 героям. Это по 600 голды на каждого. Это такое. Поэтому надо смотреть, будет чуть-чуть попозже. Как одни, в своей книге реализуют вторые, как ловла и так далее. На предыдущей карте почему Нави так хорошо начали? У них был выигран мид. Ну, можно сказать, даже не выигран, но все-таки в соло побили. Да, в хламиде был выигран. Ну, я нетворсов сравнивала, и там по нетворсам была небольшая разница. Да, он там по фрагам чуть-чуть, но там разница была в 300 нетворса на 14-й минуте. Да, потом он вообще сделал реплкил выше стоп-1. Да, и первое место сразу, поэтому не сказать. Здесь тоже может такое быть, что ты где-то ошибся, снайпер делает реплкил и все возвращается. Только вот даже сейчас мы смотрим, девятая минута, а уже разница между снайпером и штормспиридом практически тысяча золота. И то ли еще будет. И абсолютно верно, то ли еще будет. Это уже какой-то показатель, а это еще не конец. Вот сейчас Нави попытались кого-то затупить, не получилось. И как бы, хотя на шрайн идти не на главе, на Virtus.pro. Уже на предыдущей карте у нас, на первой, если не ошибаюсь, карте был момент, где Virtus.pro на шрайне потратились не самым лучшим образом. Хотя сейчас у них есть небольшое преимущество, но сливать его как-то под шрайном ты не хочешь. Урона можно не хватить. А вот Ноуан считает иначе. Врывается на кристаллайза. У него пятый уровень, поэтому противника нет. Можно и дальше лететь, он должен был увидеть мэджик и оборваться от него, но что-то как-то это. Вот так и происходит. Это просто настолько легкий даблкил для кристалл... Прошу прощения, для штормспирита, да. И, соответственно, они сейчас на этом не останавливаются. Ещё за мэджикл им идут. Прям-таки под тавр. Дум от Рамзеса. Ну, это наглость. Только они, конечно, его сейчас убьют, но они должны будут потерять и Роджера, и по-хорошему потерять Рамзеса. Но, знаешь, они, по-моему, ограничатся потерей одного лишь... Ну, не знаю. Там он плохо себя чувствует. Ага. Дум-то, то есть он не успевает просто, возможно, выбежать. И помощи особо ждать не приходится. Да, и можно будет потерять их обоих. У кристаллайза шестой уровень, соответственно, есть ульта. Да, если что, можно её будет разменять. Прожимаются драмы под хил. Но ФН должен понимать, что в такой ситуации, как говорится, друзей нет. Ну, тут ещё и Блимс. Команда, команда. Они как раз-таки Рамзеса, ФН, это и друзьяшки. Как же долго, на самом деле, Рамзеса бьют. Но тут всё-таки Крита решил эту ситуацию в пользу. Нави и фраг для ФС. По-хорошему, они могли либо далеко не лезть за этим снайпером, забить на него. Либо в момент его выстрела, его шахтнель, просто Штром сразу должен был на него лететь. Да. И нападать на него, а не на Дизераптора. Ну, бывает, все делают какие-то решения. Какие-то лучше, какие-то хуже. И в итоге мы видим, что преимущество с такого выхода, с даблдэмиджем, со Штромом не выросло. Очередные баунти-руны и три руны достаются в Виртус Про. Опять... Тысяча балды уже перевеса. Это хорошо, но... Книжки. Книжки. Самые важные сейчас-то книжки, кто их купил, как они их заюзают. Потому что мы видим, что Шаман не шестой. Дизераптор, Скорпион. Три героя, которым этот левел был бы крайне хорош. Сейчас, наверное, сейчас уже тоже немножко изменили систему камбэков. За все эти вот фраги. У кого денег больше? Нет, поменяли только количество теряемого золота. Теряемого? Смерти, да. То есть раньше было 50 голды флотовых плюс 40... Сороковая часть нетверса, теперь только нетверса. Есть 50 голды, поэтому умирать... Ты не можешь забить флотов кланера сильно, потому что... Даже если ты убиваешь его там пять раз, он и при финансах остается, и обденайвает по крипам, он остается при экспе, потому что увеличивает количество экспы, которое он получает, если его обденайвают. Поэтому в рамках вот именно игры тяжело получить персонажа, который бы сильно проседал носительно там своей команды или своих тиммейтов или врагов. Так, у нас нападение на Роджера, Глимса и ультимейт снайпера уже заряжен, только вот хватит и урона. Студе по всему, хватит. Правда, тут... Не хватает. Неужели? Не хватает, он просто выжил из Шапнеля, и снайперу не дали стрелять. Вот так вот. Дизраптор в итоге отправляется в таверну, а Тинни переживает весь. Все про касты, раскасты. Ну, замечательно. Ну что, Соло должно бивать? Даже не постесняли, на самом деле, не постеснялись, поставили стенку. Соло, конечно же, умрет. А вот Рамзе спокойно отсюда уходит. Потратили на него стенку, но хотя бы что-то, хотя бы кого-то у них получилось убить. Потому что пока... Не, им нужно нажимать клавиши, чтобы не стесняться. Сейчас все равно не будет тимфайд какого-то там, за Рошан, например, где без стенки никак. Нормальное использование, хороший фраг. То же самое, ты сейчас можешь прийти, поставить змейки на убийство героя. В целом, это будет не самым плохим использованием, особенно если у тебя получится этого героя. Теперь там нужно снайпера убить Соло. Вот будешь еще одно шаманом. Было бы здорово. Поэтому они сейчас, если Зайдс мог отправляться в атаку, посмотрим, выйдут, кого найдут и нападут ли. Потому что они могут убить и Зайца попробовать, и Близзи, и даже, наверное, Кристаллайз 2 раза. Ну и вылетает Шторм Спирит на Кристаллайзе. Но, кстати, Кристаллайз, наверное, не самая лучшая цель. Ускорили. Ну, он встанет, да, это такой. Но долгий кулдаун у него. Зайдс уже должен погибать. И вот, ну, да, так оно и есть. Хотя, может, еще малой кровью отделались от Шрайн, и Дум пошел в Дарксир. Хотя у него все равно стеренка в кулдауне. Статик Шторм. Дум выживает. Дарксир выживает, и Дум, получается, был потрачен просто в пустоту. Забрали Скорпиона. Могло быть чуть ли лучше, но, видишь, не хватило урона. Опять же, как-то вот, ну, он ворвался не на ход, а как-то в спину. В итоге весь ультимейт без демэджа. То есть просто пролетел ради тычки. И было бы здорово сбить, знаешь, там, этот вирсный ультимейт, просто потому что у него на первом левеле вот раскачки очень новый кулдаун. И вирсный очень не любит умирать на шестом, потому что там вот до левела 12, действительно, эти два года сидишь и просто ждешь. То есть три с небольшим минуты. А по левелу, кстати, у кристаллаза все не есть хорошо. Восьмой уровень, и по надворцу, видимо, проседает. Ну и снайпер тоже не чувствует себя идеально. Нет, ну не все сразу. Москва не сразу строилась. И здесь тоже. Восьмой левел есть. Между восьмой и двенадцатым уже не настолько-то и много. Может, так оно и есть. Мы еще это увидим. Казалось бы, убили только Санкинга, но на самом деле они забрали Тавр. Змейки были использованы. Опять же, какое-то преимущество в плане Вижена на карте для себя поставили. Видите, хороший вард на пригорке. Очень нравится этот вард, несмотря на то, что его достаточно часто разбивают. Так, и я так понимаю, что... Ага, нет, нет. У нас Роджер временно исполняет роль такого саппорта пятой позиции, пока Соложь заделывает себе линзу. Кая появляется в Шторм Спирита. Ну, линза для Шадо Шамана... Это мастхэв. Особенно в этой игре, потому что слишком много, кого нужно успеть выключить вовремя. На самом деле, если я не ошибаюсь, по-моему, линзу никак не фиксили, да? Нет, нет. Просто дает старое количество... Да, да, да. Но это я хочу как раз... Жекаста. Хочу как раз сделать акцент на этом моменте, о том, что вы посмотрите, раньше всегда для четвертой позиции для Тинни чаще всего ты выбираешь, хм, кому же дать собрать вещи? Линзу для Шадо Шамана Лили, либо для Тинни Блинк? И ты такой, нет, раньше Тинни как бы Блинк собирают, а тут нет, Шадо Шаман Линза. Ну, может, что-то проверяют, тестируют. Опять же, то есть ты могла обратить внимание на драфте, что Арзик принимает очень мало участия в этот раз в обсуждениях, и команда в силах, в котором Зеса что-то общается, решает для себя. Коса? Не убили еще... Ну, то есть убили, но не с косой, это плохо. Не запустили кулдаун. На респаун, на подольше, в таверну. Да, кстати, респаун тоже немножко подфиксили. Уменьшили. Поэтому... Все так же неприятно, но тем не менее. Готов пайп, готова линза, готов выход на баунтирую на 5 секунд. Но ВВП тут большими силами, кажется, Костивен. Хотя, если так подумать... Нави сдаются, отдают позиции, а вот Солч здесь руну свою не успел забрать. Мне кажется, что не было дизеблов, можно было 4-4 попробовать повоевать. Слушай, я очередной раз, когда ВВП забирают 3 руны, а Нави, соответственно, забирают только одну. Я, кстати, хочу отметить, что на предыдущей карте мы с Митяем делали акцент на том, что Нави забрали гораздо больше руны. Там было 20 тысяч к 8 или сколько там. То есть, действительно, на большую сумму. Но там можно сделать еще и отметку, что достаточно долго игра длилась после того момента, когда снесли две стороны, и, соответственно, уже ВВП не могли выходить и забирать эти баунтируны. Но все же и до этого, до сноса двух сторон Нави лидировали. Да это даже не в том, что они не могли выходить, а в том, просто оценить, насколько много дает баунти, и насколько много сниз получили в фуршиле. Здесь пока ты видел цифру 300, 1300, то есть 1500 голды разницы, которые вы просто вот нашли в реке, промыли золото. Но снайпер с Мидасом снова не очень быстро собрал, показывал нам статистику, что это стоит по всем показателям. Но оно и не мудрено, то есть здесь его поддушили, на линии ничего не получилось, ставится змейка, вышка на центральной линии тоже упадет. Ну, змейка, конечно, это, на самом деле, очень крутейшая способность. Ты вроде бы и тавр сносишь, тебе для этого не нужно близко подходить, как-то подставляться. И вот сейчас нам показывают, сколько конкретных денег, кто заработал за баунти уроны. Навис, маках. Тут, ох, в Storm Spirit, в инвизи. И вижена нет, вижена нет, змейки стоят. И тут Virtus.pro на второй тавр, выход в спину. Тут очень интересный выход готовится, закидывают думу в снайпера. Это просто шикарно, сразу ты длини телепорта, ну, неужели косы, косы, это минус, снайпер, бэк, бэк, нет. Тут еще дум, кстати, в Darksero, кстати, подставили. Хватает соло у нас без Raptor, но это замес должен быть в одну калитку от Virtus.pro. Даже не смотря, посмотри, где они держатся, это просто нечто выпивает. Стоит и два, там, да, около Т1, они просто разваливают лица. Что на этой карте Virtus.pro творят, это просто что-то с чем-то. Выбивают еще и Ultimate у Vray's King'a. Дальше, я думаю, стоит все-таки дойти, потому что на One остается полностью без ресурсов, но эта драка от Virtus.pro была, ну... Выше всяких похвал, скажем так. То есть они прочитали, зашли, у них вот этот вот гулок и вар, который стоит на базе, позволил напасть на снайпера, и в итоге... Знаешь, в какой-то ситуации говорят наглость, второе счастье, так вот, в данной ситуации... Здесь это даже можно оценить... Как первое? ...четыре тысячи, на самом деле. То есть у счастья есть своя цена. Хорошая фраза, кстати, на самом деле. Так, давайте сделаем определенные выводы. Вот, со старта... Не стоять одному, пока на тебя нападают пять героев. Ну, знаешь, ты вроде бы... Давай... Не умирай, фарми. Это, кстати, ты понимаешь, что снайпер в этой ситуации он абсолютно был не виноват. У него стоит Т-2 тавр, и он стоит у себя, у себя на базе, чувствуя себя спокойно, так, знаешь, расслабленно, сюда они точно не доберутся. В ситуации, когда в тебя уже летит ДУМ, нужно реагировать. Ну, как вы можете реагировать там? Ну, то есть его сразу подстанили... Ну, как, вот по тарелочкам не стрелял никогда? В ДУМ летит, ты снайпер. Просто попади, он уже никуда не вернется. Так, БКБ, ох, очень... Оно было в драке, это просто показывает, что он очень быстро его собрал. Да, оно и правда было в драке, я как-то отметил, кстати, было использовано, да? Да-да, он нажимал, как раз ворвался, и вот когда пошли все рассказы, все это нажал. Потому что сначала он именно так приземлился и тупо с Том по кентаврам. Не знаю, мне очень нравится, как Рамзес отыгрывает на ДУМе. Честно говоря, и на предыдущей карте я отмечала о том, что он выбирает... Ну, то есть даже не выбирает правильную цель. У него есть понимание, что он должен делать, и он это делает, он молодец. Но стоит заметить, что будучи вот Кэрри в Virtus.pro за свою вот эту вот карьеру в Virtus.pro карьерирование, он играл и Номни Найти, которую он показывал сегодня, и на ДУМе, то есть в плане как Кэрри. Поэтому тут можно сказать, что он просто поменял линию. А геймплей для себя вот он такой уже раскрывал, и ничего нового нам сегодня не показал. Да, все, все так оно есть. Я уже упоминала по поводу того, что он начинал все-таки со сложной линии. Да, это было дело. И вот как раз, когда я с ним разговаривала, я спрашивала, вот смотри, начинал с позиции хардлайнера. Он говорит, считаешь ли ты, что это помогло тебе стать хорошим Кэрри? Он сказал, что это один из самых весомых факторов, потому что играя на сложной позиции, ты можешь, понимаешь, как будет двигаться Кэрри, и как тебе нужно его загнобить. А, соответственно, играя на Кэрри, ты делаешь обратное. И у него... Ну, это на самом деле работает со всем, абсолютно. Что есть в доте, то есть понимая, как какой-то герой работает, ты знаешь, что против него делать и за него делать. Да. И вот в этом плане есть, вот у нас универсальные игроки, которые играют там чуть ли не на всем, тот же Сумаил, и поэтому с ним тяжело играть, потому что он против любого сетапа что-то могет. И вот были истории про бульдога, и далековато. И вот это был заход явно не туда. БКБ еще прожимается. Ну, чтобы его встануть не смогли, опять же, кинетикой не закрыли, просто шторм долетает, должны забирать, и не в стене еще закрывает у нас. Все верно. То есть минус Дизраптор, минус Дарксир, это уже мегакилл у Ноуана. Но в этот раз по баунтирунам не совсем удачно получилось. То есть я понимаю, 3 в 1 должно быть. Да, 3 в 1, немножко отыграли. Мало того, что забрали двух героев команды Na'Vi, так они еще подкрепляют это действие тем, что они идут на Рошана и, скорее всего, заберут его без проблем. Все так. Просто если вспомнишь, вот бульдог его заменит в Олундруиде, то есть были истории, что он там вставал и действительно там в Дружане играл несколько скримов один на один, где он стоит там на перлундуиде против Бурдуи, то есть какие-то нестандартные сетапы, просто чтобы примерно понимать, что делать, если такая ситуация случится в игре. Ну и в какой-то... И это в какой-то игре случалось, и он действительно там выигрывал невозможные сетапы, и это было здорово и круто. И я рад, что вот у нас есть Рамзес, который успел посвапываться по линиям, у нас вот есть тот же. БЗЗ, который вот тоже играл сегодня, он начинал с кэрри, сейчас тоже там оффлейнер, все дела. То есть в обратную сторону я думаю, это тоже неплохо работает. Не знаю, мне вообще... Очень... Кстати, подождите, у нас смок от Na'Vi, поэтому... Снайпер просто вылез, спалили, не спалили, что он был в смоке. Ладно, тут очень интересный момент. Они отправляются в смоках, зная, что на данный момент у ВП есть АЕКИС. Это может сработать? Только вот нет Дума. Но есть неплохое нападение. Подкоп, ИФП, тут статик шторм, стенка от Дарксира, подходят сюда Роджер, в ветра, и минус все-таки некор. Минус тени. Выход. Я понял, Скорпион еще сбил себе даггер, не даггер этот, эпицентр, не заглифставал его, то есть то ли тени его присыпал, то ли сам отменил, неважно. Я тоже не понял, что случилось. Камера уехала, но неважно, опять же, то есть главное, что они смогли даже такими макаром проюзывание всех спилов, забрать двух героев, причем в том числе важных. И вот они, то, что делали ВП в прошлой игре, вырывались там в котла, выигрывали себе время какое-то, пока вот АЕКИС висит. Сейчас то же самое, два героя в таверне, ты вот имеешь АЕКИС и сидишь такой, что делать? У нас второй, но мы никуда не пойдем. То есть выиграли минуту здесь, выиграли минуту там, тут же АЕКИС закончится. Вот вроде как вы уже и, как будто и не было того Рошана. Тем более, это была одна из первых, по-моему, это была первая смерть для Негра. Покажите, пожалуйста, его, чтобы уточнить. Да, так оно и есть. Соответственно, это был стрик, больше экспириенсов получили. Ну и для Na'Vi сейчас каждый фраг на игроке Виртус Про, он и правда достаточно много значит, потому что они оказались с самого начала игры в... В роль догоняющих. Абсолютно верно. Ну видишь, они немножко доиграли, то есть было 7 тысяч, а вот уже шестера, то есть потихоньку, полигонку где-то что-то это они делают и не выпадают из игры. А учитывая их драфт, дефать хайграунд, вот кроме того момента, когда у тебя снайперы просто уже падают 5 героев, они в целом могут. Им тяжело заходить против першторма будет, им будет тяжело заходить против Некрофоса. Но вот дефать свой хайграунд с снайпером и всем прочим, а это они могут. Да и тем более Медаса у снайпера работает, уже вещи какие-то покупаются. Не очень эффективно он его юзал в этой игре 68% тоже, знаешь, где-то косяк. Где-то что-то не дожимает, не успевает в таверне сидеть. Слушай, посмотри, какое количество вижена стоит на стороне нави. Просто большое количество сантрей. Я еще раз напоминаю, что сейчас можно приобретать... У нас 10 сантрей максимально у тебя может скопиться, то есть их можно заранее покупать, тогда я буду покупать больше. В магазине они лимитированы. Все так. И опять же, а вот теперь в смоках отправляется в Virtus Pro. Для Virtus Pro, конечно, есть большой плюс в том, что они могут цеплять благодаря, что он спит с большого расстояния. И вот вблизи здесь уже ни в коем случае не должен уходить. Перетяжка, сетка от Солоча. Тост, дум не потратили, убили. Он успел закупиться. Купил грифсы, пайп для Некрофоса. На самом деле, вот этот Некрофос, который собирается вот этот вот пайп и все прочее, это, возможно, тот самый путь в никуда. С одной стороны, ауры это хорошо, у них, вы думы, тоже много денег и все прочее. Но вот что один не хардкерри, что второй не хардкерри, да и шторм, это не тот парень, вот знаешь, о котором говоришь, ну это антимакт, это всего лишь шторм. То есть у него тоже есть лимит полезного действия. И вот именно не так часто видишь шторма, который разрывает пятерых и выигрывает игру в Соленово. И тут нужно уложиться в темп. Virtus Pro, то есть досидеть, дожимать, постоянно где-то нападать, навязывать драки. Потому что их драфт рассчитана вот на текущую минуту, на через 10 минут, а через 30 минут там уже будет в рискинг, там уже будет снайпер, будет тяжело воевать. Именно с этим вот адеккерри, который просто бьет с руки. Так оно и есть. Так оно и есть. Так, давай смотреть. 7000 преимущества держится уже достаточно долго, но Virtus Pro идут по минусу, сюда подходит еще Doom, ставятся змейки на Тир-2 Тавр и забрать его скорее всего получится. В это время Заяц подфармливает на топе, блинк у него имеется. И, кстати, будет ли драком? Вот в чем вопрос. Юл, к сожалению, ты пытаешься, еще нужно отметить, было бы. ВП действует достаточно уверенно. Просто идут, забирают Тавра по кулдауну змеек, при том. То есть вот заметь, насколько хорошо они их используют. И сейчас знаю, что, возможно, змеек нет, хотя бы чего-то нет, хотя бы какое-то преимущество. Шторм в смоках. Еще раз напоминаю, Нави с зарунами. Ох, как же по рунам жестко. В этот раз Нави просто не достанете ничего. Ну вот, пожалуйста, сразу 2 800. 10 тысяч виртуз-праве тут. И посмотри, просто какая сумма на руках у Думы. Я про 13 тысячное творство, практически 14. Еще у Штормс перед Сейгисом, БКБ у Дума. Что дальше? Дум, кстати, на самом деле может взять талант на 25-м на сколько-то процентов сплэш, много, 100 или даже больше, и собраться в разрывателе. Да, там 175 клип. И на самом деле потенциально он может взять Кирасу, Дейдаллус, какой-нибудь дэмэдж слот. Ну, пока Рамз собирается, я бы сказала, стандартно. То есть, БКБ, Блинк, на предыдущей карте у него была еще Шива, Кримсон, если я не ошибаюсь, и, в принципе, такой же этот билд, я думаю, примерно у него, вот сейчас вот Кираса, выход, по крайней мере, в Кирасу. 10 тысяч, пока Виртус Про никого не находят, инвиз для Ноуана. Кая Гем, кстати, тоже очень такой важный момент, что Виртус Про понимают, что за ними сейчас преимущество, что... За ними следят, они недовольны. Что хороший Вижн, постоянно у Нави, и благодаря тому, что имеется Гем, можно в этом плане ситуацию в свою пользу полностью выровнять. Ну, тем более, они и так ведут, и лишить оппонентов Вижена это будет еще более серьезный момент нападения. А у Сулыча просто БКБ. О! И он такой говорит, здорово! Плюс 50, а, плюс 200, нормально. Хорошо. Да, да. Вот, вот. И такой сидишь так, стоп, стоп, стоп. Моя Даля здесь 4 баунсируны, Моя Даля здесь 3 баунсируны. Ну, все срослось. Вот оно и БКБ. И так оно в каждой игре. И в следующие баунсируны, если дают, у него даггер появится. Еще одни баунсируны дают, у него там уже будет полуэрфрешера. Знаешь, когда ты понимаешь, что вот мы до собой видим на Творце, и видим, что у Шатуша Банна на Творце 8300, а у Райсбинга 10 там с чем-то. И, соответственно, как-то разница... Ощущается, ощущается. Да, это пятая позиция. Хотя, я бы, наверное, так не сказала, потому что мы с тобой уже отмечали, что все-таки Шадо Шаман в этой игре играет больше, как четверка. Посмотрите на Нетворс Тинника, который меньше, и практически два раза. Так Тинни сидит на вардах, что Шаман просто фармит, и вот... Фармящий Солч. Вот так вот. Кстати, это напоминает мне эту команду, которая тоже... Ну ладно, давай уже потом абсурдим. 12 тысяч, все неплохо, а Егиса нету, он же закончился уже. Я думаю, что ВП просто подождут второго Рошана прежде чем заходить на хайграунд, а пока у них все просто замечательно. Будет дожимать два вышка последнюю, хотя такое-то нападение. И сразу же Хекс Змейки влетает в старт. И... Ох, как же жестко. Роджер прочитал где-то и Близзи. И Близзи тоже, конечно же, погибнет перед смертью стяжка, но, как вы видите, это... Это был грамотный бойт со стороны Скорпиона, потому что должны были все герои побежать, туда бы была поставлена стенка, стяжка, вот это вот все. А в итоге просто стоит, поднимает уже руки Даркстир, и тут за него гречка с леса насыпает. Еще опять же стоит отметить, что Рамзе сдал думу в снайпера, снайпер изначально был вывезен из Драки, не мог никакой урон вписать в этот замес. И теперь, несмотря на то, что там дума нет, есть Шторм Спирит, который может всегда влететь, притом, понимаешь, насколько далеко нужно стоять Снайперу, чтобы в него не влетел Шторм Спирит. Желательно в другой игре стоять, если честно. Возможно. Я говорила о каком-то Оегисе, да? Пошутила, ребят. Они просто зашли. Но опять же, навесами напали, Снайперили Драку. И сейчас нападают опять, ну и... Хватает. Очень даже неплохо. Я прям не ожидал, что на самом деле хватит урона. Стенка Дарк Сера забрасывает, Рамзеса очень хочется зафокусить, потому что там очень много денег и нужно, чтобы Снайпер забрал фраг, но Брайс Кинг тоже неплохо. А дальше за ФП нам Кристалл Айз идет, грызается очень хорошо, много урона. ФН, конечно, проживет, выбивает ультимейт, ему забавно, но его самого здесь не отпустят. И в Виртуз Про потеряли трех своих самых дорогих, скажем так, персонажей, потому что там денег, я уверена, очень много. Это отыграли много даже, с учетом того, что у нас был заранее подфит, и в итоге все, задефали. И самое, наверное, неприятное для ВП вот в данной ситуации, что прямо сейчас Рошан и встал. И таймер просто там нулевой выпал. И вот на самом деле, возможно, Нави просто не верит в такое счастье, что такое может случиться, и что могли бы пойти бы, и сейчас для них забрать Сири Эггис, это просто гарантированный деф-хай-граунд еще минут на 5-10, чтобы снайпер работал этот самый Мидас, который мы обсуждали, нужно, чтобы у него появились какие-то еще более серьезные вещи. Ну ты посмотри, там как раз бы хватало времени, чтобы забрать, но они просто не проверили его, а не просто, как ты правильно сказал, не поверили, не посчитали, что успеет, возможно, рассчитывали, что у ВП есть какие-то байбеки, а так они хотя бы в сторону заберут. То есть неважно, что к этому привело, главное, что Рошан стоит, и сейчас у нас с тобой начнется либо веселье и Рошан на стояние, либо ВП его должны просто забирать. Вы помните, сколько денег было у Virtus.pro преимущества? В два раза больше. Я вам напоминаю, около 12 тысяч, и, соответственно, сейчас за этот замес Na'Vi отыграли ровно половину. 3 тысячи плюс баунтируны, и вот я суммарно насыпала. Насыпала очень серьезно, и это как раз... Роджер выкопал 500 очков в Battle Pass. Фармит даже здесь. Я, кстати, доставание раз 5 тысяч был крайне доволен. Так, ну что, смог, не смог, так они собрались. Вован такой говорит, где парни? Я с вами никуда не пойду. Хватит уже, да? Просто, да. Я пошел двигать линию. Идея хорошая, опять же, перед Рошаном. По возможности отпушится 3, это даст потенциально либо какое-нибудь преимущество, хотя по вижну. Смог на смог. Na'Vi 5 игроков в смоках, здесь же, как мы видим, Шторм не в смоках, но это и не важно. Вард поставили, и врываются, врываются, сразу же змейки закрывают. Так, притяжка, минус снайпер. Это самое важное, что должно, в принципе, в этом замесе холновать. Из-за БКБ, шкафа просто не сработала. У нас убили и Райскинга. Минус еще и Дизраптор, в Райскинг. Выдавит как-то драться, но стенка стоит очень хорошая. Там, в принципе, очень большое количество иллюзий, только вот какой в этом толк, если иллюзии все-таки не герои? Он молодец, он успел, он нажал. Правда, уже тоже никто не отпустит. Да, это минус три. Минус три, теперь пойти забрать Рошана. И, наверное, уже можно даже подумать. Ну, змейки в кулдауне, поэтому о хэкграунде думать, наверное, не стоит. Нужно дождаться кулдауна змейок. Сейчас Рамзес такой. Ребята, давайте. Глядите, что могу. Я. Один на один. Ты и я. Кираса имеется, то есть, в принципе, я сейчас в Торнспирид явно не откажется от Аеги. Змей. Что ж, вам в таверне приобретает себе книжку. Дум 18 уровень, 1600 золота. Сейчас посмотрим, что дальше будет собирать. Здесь, разумеется, без каких-то шансов. Даже если бы были в байбеке, не факт, что они бы пошли разно. На самом деле, не так много было всего потрачено. Больше потратили в ВП, и на самом деле, можно бы попробовать, но не пошли, не полезли. Для тратисткан никто не падает. И плюс Сыр, плюс Аегис. Позиционка, казалось, даже у Нави была не такая плохая. То есть, они стояли на хайграунде. Там с хайперу забайтился, вот этого Тинни, который просто вышел на саппорта, подсветился, и тут же все игры в БКБшках прыгнули. А ты не можешь ни стянуть, ни закрыть, ничего им сделать. И вот это вот зарешало. Ну, наверное, зарешал еще Варт, который поставил вот этот вот... Тип-тип того. дал вижен, начал разбивать, вот это все сыграло злую шутку с Нави. Ну, опять же, у них драфт рассчитан на то, что ты вот, возможно, где-то проигрываешь и можешь дефить хайграунд. Пока что потеряно только одно Т3, и ничего страшного глобально не случилось. Да, неприятно, да, 12-24, да, 10 тысяч приветствия, но это все отыгрывается. Тем более, таким драфтом. Мидас тоже неплохо в этом плане. Так, соло. Судянова. Да. Драфта здесь не идет. Так, подождите, что-то вообще... Даже досты были. Все с тобой. Все было. Все принесли, готовы убивать. А тут еще, кстати, заяц ходит, и нужно, на самом деле, ходить поаккуратнее, так как у нас дум опасен. Особо опасен, я бы так сказала. Заяц телепорт уходят сюда на базу. Пытается Нави как-то пропушить линии максимально, чтобы потянуть время, чтобы Virtus.pro, возможно, не пошли с этим Aegis. Смотришь на крипов как-то, но не очень хорошо получилось. И мид давится, и бот линия давится, а в топе вообще этой три вышки уже нет. Так оно и есть. Ну и тем более, как я уже говорила ранее, с Shadow Shaman захотеть на High Ground одно удовольствие. Да, у тебя есть Снайпер, но против Снайпера есть Шторм Спирит, у которого сейчас есть Aegis, у которого есть сейчас Blackenbar. Против Blackenbar у Нави вообще ничего нет. Соответственно, Снайпер в красной зоне опасности. Единственная проблема, что пока Шторма просто маны нет. Находит руну Регена. Единственная проблема... Просто по щелчку пальца. Это решаемо... Да, Митя, ты прям решил проблему Нована. Я думаю, справился без меня. Спасибо, конечно, что ты в меня веришь. Понятное дело. Ты, знаешь, ты как будто попросил, чтобы было решение этой проблемы. Говорит, вот у вас есть проблема. Но он говорит, хорошо, сейчас решим. Кто-то иногда слышит нас. Шрайн добить. Спасибо. Вован, ты лучший. Шрайн добили. И Virtus.pro. Видимо, что-то нужно доформить. Думаю же, нет никакого кулдауна уже давно. Я так предполагаю. Чего? Чего ждут в Virtus.pro? Проплаты? Сверху, я не знаю. Что они могут ждать? Так. 11 тысяч перевес. Ну, баунтиру на собрать на 35-й, например. Перезайдиспл и какие-нибудь свои. Там дождаться каких-то кулдаунов. Каких? Митя. Нет, идей. Но ничего, ты пытался. Мы это оценили. Так, хорошо. Значит, аегис имеется. Имеется. Дум имеется. Возможно, они хотят. Они могут добить второй шай, они могут купить какой-нибудь слот. Просто я вижу их финансы, я вижу их слоты и не особо что-то нужно. То есть просто пробежать. Знаешь, возможно, возможно, смог в кулдауна и они просто ждут, пока он появится. Шторм спирит. Врывается у нас притяжка и... Ну, и за БКБ должен справляться со снайпером. Только вот у снайпера тоже БКБ. Если какой-то подсейв, какой-нибудь подсейв, что-нибудь, кто-нибудь спасите. Ты посмотри просто, что делают в Виртуз Про. Они разводят снайпера на байбек. Ультимейт. А ЕГС выбили. Посмотрите, как стоит стенка. Достаточно неплохо, но уже зашли далеко. Статик Шторм ставится. Шато Шаман отправляет от таверны. Ну, в принципе, змейки свои уже использовал. Пошел ультимейт от снайпера. Коса. Коса костит Санкинга. Санкинг сразу же байбек. Возвращается в замес. Дум. Он пытается за место наоборот выйти, и тут летает Ноуан. Ноуан не подлетел, знаешь, так на Мэджикла, но вроде бы Мэджикл жив-здоров. В Райскинг выбили ультимейт, треснулся. Отлично. И отправляется в Некор в таверну. Дум. Следующая цель. Избивают, на самом деле, очень плотно. И это минус 3 у Нави. От Нави. За несколько байбеков. Да, за несколько. От снайпера, от Зайца, за ульт Врискинга. Но здесь был Аегис, здесь был сыр, и сыр использовали, я отмечу этот момент, потому что, на самом деле, важно, а спушить не получилось. Не считаешь ли ты, что это было как раз немножко? Я считаю, что отдавать сыр в Райскенгойну некрофосу была не самая лучшая идея при таком шторме, потому что он мог бы ворваться и имея сыр добить второй раз и убить снайпер после ББК. Это, скорее всего, им хватило бы. Но, тем не менее, Нави, Адефа, Лис, Виртоспропа потеряли преимущество в плане сыра, Егис и так далее, и немножко, мне кажется, все-таки эта игра затянется. Как ты говорил ранее, против снайпера достаточно сложно заходить на хайграунд, а если ты еще врываешься под фонтан, тоже, наверное... Да нет, ворвался-то хорошо, то есть сначала что-то там потерялся, не попал ультимейтом, то есть сбил телепорт, потом нечем было задержать. Ну, там много всего было, еще и ген забрали. И либо уж нужно было не лезть, либо лезть в теме до конца, то есть снайпера после байбэка еще раз. Ага, а вот этот самый снайпер, который может погибнуть после байбэка, но нет, все-таки но он не захотел, стяжка вот вблизи, боковой не работает, и тоже пытался, знаешь, так... Шутки-шутки, оплатеж прошел. Так, ладно, давайте смотреть дальше, давайте смотреть, что у нас по артефактам вообще, ага, ну, что он теперь будет в Торном делать, Аркейн Руна, что тоже очень приятно. Летает. Аркейн Руны может теперь попробовать ворваться в снайперах где-то, то есть если его вот увидят прямо вот через полкарты. Ну, вообще... Но тяжело будет сделать, посмотри на ворды, которые поставили Na'Vi, то есть у них стоит вот на мид, линии лег у нее вот на топ-линии и так далее, то есть если ты выходишь где-то вниз, и он летит там не с центра карты, а вот чуть дальше, то ты просто увидишь, что он полетел и отойдешь. Слушай, чем-то напоминает предыдущую карту только уже со стороны Virtus Pro. Я сейчас объясню, почему. На предыдущей карте по большей части игры у Na'Vi было преимущество, может не такое большое, но тем не менее достаточно сложно дефались и так далее. Здесь мы видим Virtus Pro преимущество, но тоже не так все легко. Не так, не так. Ну, ждем баунти руны, там опять же какой-нибудь плюс слот появится, то есть что-то шаман действительно в кондиции, в которой он может выиграть эту игру с золом. В миде у нас что-то происходит в миде, в миде, в миде. Для снайпера. Полет. Ох. Я бы сказал шмеля, но он не очень на него похож. Ну, во-первых, снайпер без байбэка. Это так. И они целенаправленно сейчас на него нападали, даже потратили змей. Это опять же, потому что у некого с облачей в связи с баунти рунами и хорошей ситуацией в мире, ну, очень много денег. Ты смотришь на него количество вот этих финансов. Санейка тратит... Крифт кипит, а там потратили глиф, чтобы он этого не сделал. Ну, и сейчас возвращая шторма, БКБ, минус Санейка. Во-первых, минус Санейка, даже если у него есть байбэк, у него не будет ультимейта сейчас, но он тянет время. Из плюсов можно отметить, что нет вардов у Шадо Шамана. То есть это как хотя бы что-то. Время тянется. 69 секунд еще нужно потерпеть без снайпера. Врываются у нас кристалл айз под БКБ. Хорошо. Получается убить сразу Шадо Шамана. Это еле на 125 секунд. Санейка. Только вот Санейка отправляется в таверну и без дизрапса. Хотя у него все равно ультимейта не было, поэтому я могу сказать, что он там. То есть они просто выбытили у него Байбэк и напали на героя, который без Байбэка и целенаправленно скосовища его убили. Вот он теперь димит отдыхает и это куда больше, чем там ультимейт, не ультимейт. Герой вообще никаким макаром игроки не будет. Ни Климса, ни Сандерстрайк, ничего. Притом Эпицентр есть у Сан Кинга. Сейчас возможно будет какой-то врыв. Подходит Шадоу Шаман. Покажите, пожалуйста, Шадоу Шамана для того, чтобы понимать сколько у нас до змеек. Ага, 35. 99% в порядке победы. Вот так вот. 99% вторая сторона у Нави падает. До пола победы не хватает всего лишь Фанека. И все-таки... Ну да, две стороны. Резится снайпер. Посмотрим, что будет с 3-й. Опять же. Нажимают БКБ, врываются. У нас кто это? Эпицентр, кстати, достаточно неплохой, только вот поддержки никакой не было. Никакой не было. Не было урона с руки. Снайпер рестнется буквально через пару минут. Мега килл у Науана и даблкил. Это минус. Да. Снайпер арестнулся. Пытаются дефать свою третью, последнюю сторону. Но змейки ставятся на этот барак. Соло не жалеет, на самом деле, ничего для того, чтобы сделать мега крипов. Кристаллайз, кстати, отдает свой ультимейт, только вот... Ну да, заберут здесь еще и Кристаллайза, и Кристаллайз до конца. Под БКБ может уйдет? Нет. Ноуан не отпускает, грызается. Хотя, на самом деле, смысла во всем этом нет, потому что мега крипы, и это good game, well played. Виртус Про побеждает своих оппонентов со счетом 2-1. Даже несмотря на то, что Виртус Про играют с заменой, они сыграли очень уверенно. На самом деле, старт игры... По крайней мере, третью карту. За вторую я уже не буду так бы про них рассказывать. довольные ребята отбивают кулачки, все довольные, все счастливые, побеждают. Возможно, принципиальный в чем-то был матч, но, тем не менее, мне очень понравилось, как они действовали. Возможно, знаешь, из таких моментов, которые хотелось отметить, вот этот самый врыв прям под фонтан, практически, ладно, это я немного утрирую, но все же, с самого старта захватили преимущество. В этот раз Ноуан в соло справился с Мэджикалом, и гораздо худший был старт у снайпера. Плюс мне не очень, честно говоря, понравилось то, что у снайпера не было совсем никакого подсейва против Шторм Спирита. Сейчас объясню, например, сейчас часто берется оркал какой-то, абадон, что-то в таком духе, а в этой игре... Ну, нужен был кэрри, придумай кэрри с подсейвом. Не, ну, не кэрри, я в целом. Тогда нужно было заранее менять как-то драфт, с этим не задалось. Ну, обычно, когда ты планируешь брать какого-то такого снайпера, ты хочешь, хочешь что-то иметь, что может спасти этого снайпера, особенно от Шторм Спирита. Ну, а мы, мы передаем слово нашей студии-аналитике, которая... Мы передаем слово обратно, Миле. Забирай, Мил. Ты сможешь. Вы что, не хотите? Ну, нет, все. Мы хотим. Мы хотим, мы забираем. В общем и целом, я думаю, что после этого матча уже вопросов не будет, да, кто здесь сильнее, Virtus.pro или Na'Vi, потому что во всех матчах, которые что-то решают, которые, соответственно, Single Elimination, Virtus.pro оказываются сильнее, и это уже второй раз подряд после, соответственно, квалификации Best of 5 на Major. Ну, а вы, друзья, что скажете? Говорили вы о том, что пики были равны, но почему-то Early Game все-таки совершенно не заехал от Na'Vi, что по линиям? Magic он не видел. Magic пошел в центр против Шторма. Каким-то образом он погиб против него один в один. Такого происходить вообще не должно до тех пор, пока Шторм не получит шестой уровень. Это, ну, абсолютно противоположная ситуация с прошлой игры. Только теперь уже отличился No'One. Вот. И, помимо всего прочего, они, имея слабое трепло, где у них был Дизраптор, где у них было два миличника против Некровса, они почему-то решили, что они могут убить Некровса и пошли атаковать. Потратили все свои ресурсы, изо всех сил пытались его убить, они его не убили, в итоге он еще выживал, он их потом убивал в ответ, и получалась странная ситуация, что вроде бы Некровса убили, а он убивает, возвращается фуловый, при этом у него еще два саппорта, которые тоже такие более-менее полные, а против него три героя просто умерли на ровном месте, накармлив Некровса. Я думал, что будут свапы. Вот я думал, Дарксфер пришел, увидел Думу, и Думу стоит хорошо. Ну, Дарксфер — это не такая линия, на которой все было нормально. Я думал, что Дарксфер просто пойдет на легкую линию, трипла отправится в сложную к Думу. Этот трипла Думу убивает. Стан, Стан, Глимс, Кинетик Филд и еще Тандер Страйк. Дарксфер терпит против Треха, это его миссия. Он приходит, кинул один щиток там за папу, за маму, за папу, за все на свете. Он просто кидает щитки и стоит терпит. И в конечном итоге трипла чувствует себя хорошо против Думу, комфортно. Дарксфер чувствует себя более-менее на легкой линии, он терпит. Но это его задача терпеть. И тогда было бы все лучше. Но вместо этого Дума оставался просто идеально, шторм убивал снайпера и на трипле был просто тотальнейший разнос. Печалька. Сергей, что Паша зашла? Да, ошибки просто вначале. Ты, ну, во-первых, этот ферстблат, который, ну, реально нельзя было никак отдать. Как-то там произошло, мы это даже упустили, этот момент. Ну, в самом начале. Потом, вторая ошибка. Попытка фокуса Микрофоса со стиками. Есть Феррифайр. У которого есть Феррифайр, у которого есть стики, у которого есть Гост Шрауд. Уже три героя нападают на него, умирают два. Ты линию проиграл, миддл ты проиграл, сверху, соответственно, ну, ровно стоит Дарксфер фармит линию. Лиса. Дум фармит линию, но за счет девауэра у него тоже очень много денег. Ты все три линии проигрываешь, понятное дело, за счет Перефарма тебя потом потихонечку начинает сноуболить. По поводу лайнов, бог с ним. Ну, если ты знаешь, что Рамзес, Роджер очень любит двигаться в миддл, всегда помогать. Что вот в прошлой игре он приходил, что он постоянно приходит в десяти предыдущих встречах, когда вы там встречались уже на этих квалификациях. Поставь ты вард. Почему у тебя нету варда? Почему у тебя нету варда на обычной там руне от передвижений Тинни в миддл? Потому что по-любому рано или поздно Роджер придет, пойдет какую-нибудь руну, чекнет, придет с руной, придет без руны, и тебя убьют. Ты очень слабый, у тебя стоит там снайпер. Снайпер это очень слабый персонаж. Тем более, у тебя шторм получается в уровень, приходит Тинни, ну и на халяву убивает его второй раз уже. Понятное дело, снайпер не чувствует себя комфортно. Снизу тоже у тебя, из-за того, что начинается кипиш по всей карте движения Тинни, у тебя становится нижний таур, и Нави начинают проседать довольно-таки серьезно, и с уже хорошим там перевесом в минуте Нави 15 начинают проигрывать эту карту. Хотя могли, потом могли опять же драться за счет своей комбинации, это было возможно, но их просто раскатили все спорно. Кстати, вот в этой игре вот они взяли Тинни, и в один момент так думаешь, зачем Тинни, зачем Динни, то есть, чем его смысл, а потом, как только появился снайпер, сразу же стало видно, что Тинни стал крутым доставщиком, который просто тосал героев, и снайпер такой стоит у него, все хорошо, бах, у него на лице Дум, и тут просто из танка кентавра, вот. Потом, вроде бы и хочется Думу фокусить, а вроде бы и не хочется, он там просто бегает, он выходит с легкой линии, у него слишком высокий метрос, и в итоге бить Думу, пока на заднем фоне бегает некров, после шторм, и тоже хорошенько дамажить не хочется, и Тинни вот прям в этой игре вот как вот пик зашел на все сто процентов, потому что он, в общем-то, явился, наверное, один из лучших героев, который может и к снайперу тоснуть героя, а может прыгнуть к снайперу, и его затоснуть к своим союзникам, и вот Тинни прям как пик здесь раскрылся на все сто процентов, прям такой хороший герой, сочный. Ну, в принципе, игра того же самого и Шторма, и Тинни здесь была очень-очень мягка, что тебе нужно сделать, это залететь на снайпа, а снайпер... Да, вот в прошлой игре не хватало такого саппорта, который прыгнет, допустим, на снайпера в соло, и там он почти всегда уходил, но здесь они полностью решили этот вопрос, и прям снайпера отконтили по всем параметрам. Старт очень мощный, представьте, такого не было бы. Наоборот, сейчас снайпер стоял бы там с какой-нибудь ранней пикой уже и никто бы никуда бы не прыгал. Итак, друзья, у нас Марпл в прямом включении, сейчас она будет спрашивать и Фэна, как же прошла эта встреча.